Дело в том, что случилось так, что у нас, когда я еще учился в школе, где-то в 10-11 классе, где-то приезжали у нас, у нас в это время уже родители занимались изготовлением игрушки, вот в доме, в котором сейчас у нас музей, и это тогда, значит, возрождался промысел Карагопольской игрушки глиняной. Был организован цех здесь от фирмы Белом Роскозор и родители работали дома надомниками и лепили игрушку. И вот как бы в это время приезжало очень много художников, искусствоведов к родителям, вот, и в один раз, значит, приехал, значит, художник Николай Иванович Розов, московский, с группой художников. Они поехали в Вашевенск, вот, и я тогда учился в 10-м классе, и я впервые попал в Вашевенск. Был вообще очарован вот этими большими домами, такими, значит, архитектурой вот этой деревенской. Бывал в рудных избах, там вот видел крестьянские интерьеры, мне очень понравилось. Вот, а в это время уже Валентин Дмитриевич, вот, старший брат мой, он закончил уже художественно-графический факультет. И, а второй брат после армии в 66-м, в 65-м году поступил на тот же факультет в Кострому. Вот, ну, и как бы, когда у меня получилось так, что, когда у меня стал решаться вопрос, куда мне идти учиться, то я поехал тоже в Кострому, в пединститут на художнике, тоже поступил. Ну, и вот так потихоньку, да, естественно, что, когда заканчивал институт уже, да, то вот мой преподаватель по философии и эстетике Валерий Степанович Уколов посоветовал мне писать неживописный диплом. Отчет, говорит, напиши, я хотел гончара писать, отца написать за гончарным кругом. Вот, посоветовал мне, говорит, отчет, говорит, это будет выбросить твой холст потом там, вот этот самый, напиши вот искусствоведческий диплом по карапольской игрушке. Вот, ну, и я подумал так, значит, ну, решил вот написать диплом. Стал собирать игрушку вначале для диплома, здесь у карапольских мастеров, вот, а потом уже, когда защитил диплом, вот, искусствоведческий, стал собирать игрушку просто для интереса, как бы там. И вот, когда у нас родители умерли, мы решили сделать музей в родительском доме. И вот основой музея стала моя коллекция, которую я собирал вот на протяжении этого времени. Ну вот, а почему сделали музей? Потому что вообще, как бы, карапольская игрушка широко известна за пределами региона. А в Караполе музея нет игрушки. То есть, даже в Карапольском музее такой коллекции нет. Поэтому, вот, мы закрыли эту нишу, да. И вот, получилось так, что сейчас здесь, я никогда не думал, что еще буду я еще игрушку лепить. Ну, как бы, потому что, как бы, так я немножко смотрел, когда родители там лепили игрушку. И я думал, неужели когда-то буду, как-то мне это казалось. Мы помогали родителям, когда приезжали на каникулы, помогали родителям раскрашивать, расписывать игрушку. Потому что они нас на эти деньги выучили, собственно говоря, там, вот, на игрушечные, да. Ну вот, а просто, когда, вот, пришло время, я сел и стал лепить. Да, ну, потом примером был Валентин Дмитриевич, который в художественном фонде работал, лепил игрушку. Он на протяжении 20 лет сдавал в салон игрушку, там, посылал в Архальность, там. Вот, поэтому, это, как бы, вот эта глина у нас в крови. То есть, у нас, собственно говоря, вся семья, с той или иной степени, занята вот этим, как бы, ремеслом, будем так говорить. Ремеслом, или, как бы, уже, то есть, у нас не зря была выставка в Москве, к 800-летию Каргополя, в Музее декоративно-прикладовое искусство, где было представлено творчество нашей семьи, и называлась она «От ремесла к искусству». То есть, все, как бы, впитали вот эти корни, значит, своих предков. И, вот, когда я стал лепить игрушку, меня никто не учил. Я сел, стал просто лепить, просто там, эти все приемы, как бы, я видел, как бы, и все. Вот, поэтому, и вот это такая, вот, как бы, такая немножко общественная, будем так говорить, жизнь, вот эта в музее. То есть, люди приезжают специально даже в наш музей, даже не просто в Каргополь, в музей даже просто приезжают, интересуются игрушкой, и, как бы, такое вот широкое общение с этими людьми, с искусствоведами, просто любителями народного искусства, в общем-то, как бы, так всегда тебя воспитывает, как бы, вот. И, как бы, продвигает в творческом плане, наверное, продвигает даже те мастер-классы, которые ты проводишь там с людьми, там, вот, они, как бы, дают тоже какие-то творческие там позывы, успехи там в творчестве и так далее. Ну, Каргопольская игрушка, это самая чисто крестьянская игрушка, потому что она родилась, вот если сравнить с Филимоновской, с Дымковской игрушкой, это такая посадская, городская игрушка. Каргопольская игрушка, даже глядя на ее сюжет, видят, что она крестьянская, то есть она родилась в крестьянской среде, там занимались лепкой гончары, которые делали посуду гончарную, такую нехитрую посуду, горшки там, квашни для теста, и из остатков глины лепили вот это для детей игрушки, фигурки вот эти. То есть то, что крестьянин видел в окно, то и он лепил, то есть окружающий мир животных, зверей, которых он в лесу видел там, вот, потом бытовые всякие сцены, вот, в первую очередь коня лепили, потому что конь, помощник человека в христианской среде, вот, ну вот, и, конечно, сказочные сюжеты, это, предположим, там всегда, вот, предположим, полкан, откуда он возник там, вот, вот, его лепила Ульяна Бабовна, она считается автором полкана, полкана и полканихи, полковницы, то есть у нее полкан ассоциировался с военным, с полковником, а полканиха, жена полкана была полковница, называла ее, вот, ну, предположим, вот, другие мастера лепили какие-то, другие там, предположим, наша мать лепила медведицу, называла ее медвежаха, вот, это такая медведь в юбке, то есть такой женский образ такой, она лепила, садила ей там на плечи, в руки, давала медвежат, садила, в общем, такой тоже сказочный сюжет, ну вот, поэтому каждый мастер, как бы, добавлял всегда в этот новый образ, в игрушку, в Карапольскую, вот, поэтому, естественно, что и приемы, раз игрушка была, лепилась простыми людьми, то есть крестьянами, то приемы были очень простые, то есть еще диктовала глина, материал непосредственно диктовал, игрушка была всегда небольшая, она в ладонь, примерно, была, то есть в ладонь человеческой руки, и вот эти, природная вот эта глина Карапольская, она диктовала тоже и саму форму игрушки, то есть она не позволяла какие-то тонкие вещи делать, если, предположим, там дымковская и филимоновская игрушка, там фаянцевые глины, они позволяют более там мелкие детали лепить, то Карапольская глина, вот, она только позволяет такие обобщенные сюжеты, все-таки, вот, такая низкоросая игрушка, то есть небольшого размера, вот, поэтому вот, вот таким образом Карапольская игрушка, она отличается от всех других игрушек, непосредственно народных игрушек, которые, как бы, вот, состоят в одном ряду с другими игрушками. Искусство начинается где? Вот если сравним, предположим, то, что у нас работают здесь мастера в Берегине и в Беломорской зорах, вот, цех Беломорской игрушки, Карапольская игрушка, они ходят лепить туда, как на работу, да? То есть, когда творчество отличается просто работой тем, что, когда человек хочет творить, у него желание есть, он садится и творит, то есть, лепит игрушку или там что-то делает с любовью, когда, и у него фантазия, как бы, работает, творческий процесс, как бы, идет, течет. А когда человек приходит на работу и когда ему, вот, предположим, сегодня, если мне не хочется лепить игрушку, я ни за что не сяду, да? Или, там, предположим, мне хочется идти купаться или, там, ягоды собирать, или, там, пчелом идти, предположим, там, вот. Но когда у меня зимой, предположим, там, приходит, пришло вдохновение, я сел, там, печку натопил, сел, и мне хочется лепить игрушку. Вот я сижу, и я никуда не тороплюсь, мне, потому что они пришли на работу, им нужно, там, выполнять план, заработать на кусок хлеба, а у меня такой цели нет, предположим, да? Поэтому я сажусь и леплю свободно то, что я хочу, как, хочу, как завернул, потому что у них есть определенный эталон, если там игрушка такая должна быть, по стандарту, они такую игрушку, другую, они уже не могут лепить, там, предположим, там, куда-то нос повернуть или, там, он должен быть прямо быть, и игрушка более эстетична. Поэтому, вот, творческая игрушка отличается от игрушки, которая лепится уже в цеху, предположим, там, отличается тем, что она более подвижна, более, значит, как бы, характер у нее появляется, и вот именно та искра, которая, как бы, и дает, вот, я замечал, предположим, приходят люди, когда видят, что, предположим, не одна игрушка, потому что это ручная работа, да, не одна игрушка, но другую она не похожа. Все равно, как ты не хочешь, там, ты то шляпку одеваешь, так, что кошник, предположим, той же вороне, то там просто какую-то корону одеваешь ей, там, то есть, ты, как бы, не связан с этими поточной, не поточной игрушкой, у тебя игрушка получается творческая. Почему? Потому что ты не боишься, там, прилепить лишний кусок глины, какой-то, там, какую-то деталь какую-то, да, вот. Поэтому, вот, вот, вот этот есть переход от такой работы, к творческой работе, вот, и к искусству, она, вот, плавно переходит вот таким образом. Слепил там сегодня игрушку, у меня дальше настроения нет, я не люблю. У меня появилось завтра настроение, я 10 люблю игрушек там, предположим. Вот, и мне никакой план, никакой, мне захотелось полкана, я полкана ослеплю, захотелось в ворону, в ворону, захотелось в берегиню, в берегиню. Вот, и простой, вот, такая простая, будем так говорить, арифметика в этом, в этом творчестве народном. Вот, я поддерживаюсь таких творческих, традиционных сюжетов, но с элементами творчества, то есть, предположим, там, ворону можно лепить, там, предположим, в таком образе, в таком, в таком, предположим, там, можно и груди прилепить, там, как бы, там, то есть, как бы, образ придавать, ей, что там, это, как бы, вороная женщина, там, предположим, там, вот, как бы, характерный, я потом покажу вам, какие там, ну, вот. Или, предположим, там, какие-то те же традиционные игрушки, но с какими-то элементами, там, детали еще добавляется, там, предположим. Ну, и, естественно, вот, самое главное, что, чтобы игрушка была не статичной, она чтобы было в движении, чтобы, предположим, всегда какой-то наклон делаешь, там, головы, там, ну, как-то стараешься игрушку не просто так слепить, вот так, а так посмотреть, как-то придать ей какие-то, там, осанки и так далее. То есть, это тоже придает, вот, этой фигурке, игрушке, она придает какое-то движение, чтобы, самое главное, чтобы она не была статичная, такая вот, мертвая, холостая. Вот, я считаю, что, вот, ну, посмотреть, вот, Ульяна Бабкина, вот это, я считаю, что Ульяне Бабкина у нас в Карыбале надо уже давно бы памяти поставить, мы не можем до сих пор ей настоящий памятный знак установить, вот. Вот, вот, ее же никто вообще никаких, она институтов не кончала, никаких там, академий, ничего, она просто, как бы, такой народный художник, вот. Я помню, вот, ее впервые, я прочитал в книге «Путешествия за культурой», Юрий Арбат описал, о ней такую публикацию сделал. И вот, после этого Бабкина стали здесь художники, искусствоведы, любители искусства, музейщики, стали поддерживать, она по линии Союза художников, она участвовала во многих международных выставках, вот. Вот, вот, ее игрушка, как бы, собственно, она прославила Карапольскую игрушку, будем так говорить. Потому что с ее, как бы, посыла приехали, значит, в Караполь представители Министерства культуры, и здесь стали искать людей, кто может возродить карапольский промысел, вот этой карапольской игрушки, вот. И если бы не было, потому что единственный мастер, который она вживую донесла игрушку до 60-х годов прошлого века, если бы не Бабкина, то, может быть, сейчас бы карапольская игрушка не существовала. И вот приехали, когда представители, в 65-м году представители Министерства культуры, и стали искать людей, кто, может, помнит, как эту игрушку делали, вот обратились к моим родителям и к старшему брату, моей матери Александру Петровичу, которая организовала цех карапольской игрушки Беломорской зоры, а родители сделали здесь, вот в этом доме родительском, они, значит, лепили надомниками, лепили игрушку, сдавали, часть игрушки сдавали, а часть прямо туристам продавали здесь. И, собственно, здесь у нас получилась такая своеобразная локальная школа, как бы то, что вот эта поточная игрушка Александра Петровича и его почерк до сих пор прослеживается в этой игрушке. То есть, если посмотреть игрушку Александра Петровича и игрушку, вот то, что делает Берегиня, и то, что делают мастера в Беломорских зорах, она как бы сохраняет его почерк там все. Ну, как бы, естественно, уже выхолосилось что-то там. Ну, вот. А у нас здесь получилась такая своеобразная локальная школа, потому что родители никуда не ходили, они только дома лепили. Вот. И, собственно, получилось так, что как бы к этой игрушке прикипела вся семья, вот, как бы, глиня, вся семья в той или иной степени. Вот мы уже в таком, в юношеском возрасте я прикоснулся, а наши дети уже, вот, Лизавета, дети Валентина Дмитриевича, вот, они уже, как бы, в детстве полепили игрушку, и уже от глины они никуда. Вот, Вася стал археологом, он закончил Ленинградский университет, отделение археологии. Вот. Он тоже полепил в детстве игрушку, потом увлекся черепками этими неолитическими, стал собирать, вот, по берегам разумывает, торф стоянки разумывает, и там он стал собирать черепки, эти осколки, наконечки, стрел там, потом он это все в музей сдал, эту коллекцию свою. Ну, вот он поступил в это, в археологическое отделение, в университет. Ольга уже закончила Борис Буреевича, институт связи, вот, дочь Валентина Дмитриевича. Но она все равно ни одного дня не работала по специальности, она тоже занимается керамикой. В Петербурге преподает, в колледже преподает керамику, и, ну, как уже профессионали, и творческую работу делают, и традиционную лепят игрушку. Ну, вот, Лизавета, значит, тоже в детстве с бабушкой, с дедушкой полепила, постряпала глиняных пирогов, как будем так говорить. Вот. Сейчас закончила Суриковский институт, и преподает в университете культуры сейчас, да, и она искусствует. Ну, приезжая домой, она всегда лепит игрушку, то есть садится и тянет. Садится, вроде бы, как бы уже далеко от этого ушла, там. И вот таким же образом Дуня, значит, дочь Лизы, уже, значит, берет, потому что у нас здесь приходит мастер-класс в музее, да, и как только туристы приходят, она бегом бежит туда, и первая садится за стол, и тут же тоже лепит игрушку. То есть Валентин Дмитриевич тоже, он пишет этюды, но все равно лепит игрушку, ходит ли все время, игрушка лепит, потому что, как бы, он в свое время там большими лепил игрушку в союз художников, но он все равно продолжает тоже так же, хотя у него прерогатива, предположим, там, этюды любит, он писать, ходить не этюды до сих пор, но игрушку тоже не забывает, вот, поэтому вот такая глиняная жизнь у нас. Традиции передавались, вот у нас Петр Антипович, вот мой дедушка, значит, после революции тоже занимался вот этим ремеслом, он был гончаром, и тоже лепил игрушки там, вот, значит, и вот, когда пришли с налогом к нему, там, инспектор из налоговой пришел, пришел, такой большой налог ему принесли, он посмотрел, ну, то есть не по сильным налогам обложили ремесленников все, и он говорит, все, я, говорит, с этого дня принес этот гончарный круг, корыто, в котором глину готовы, взял топор, и при них, прямо при этих инспекторах, этот топор, топором разрубил это корыто, и гончарный круг сказал, все, я больше не занимаюсь этим делом, то есть, в это время, вот, традиция и прервалась, вот, то есть, и вот это время, когда, вот это было большой прервуток времени, когда вот эта коллективизация, когда вот это вот, стали вот это все, ремесло обложили, ремесленников обложили большими налогами, значит, там это самое, также, и почему сейчас вот никто не держит, предпором, живность никакую, коров там, в деревню поедьте, там, никто коров не держит, да, почему, потому что в это, та же самая традиция, которую можно перенести на бытовую сцену, то есть, уже теряется не только традиционные навыки, но и культуры теряется, вот это земледелие, уход за животными, то есть, сейчас скажи молодому человеку, там, вот в школе, школьнику спроси, а откуда яйца? Он говорит, яйца из магазина, предпором, а откуда молоко? Молоко тоже из магазина, он не знает даже, что молоко доится от коровы, а яйца несет кура, то есть, в общем, видите, как получается, точно так же и здесь, это самое, то есть, здесь у нас, видите, как бы, не перебивается в школе, уроки рисования, труда, это так все условно, как бы так все это делается, то есть, как бы на таком уровне низком, как и язык раньше преподавался, там, иностранный, там, у нас, поэтому тут, вот, я считаю, что вот это самое главное, в связи с этим переворотом, получилось, вот такой слом получился, и все традиции, вот эти, которые передавались, они же вот как передавались, вот как у нас в семье, если вот родители стали леплить игрушку, вот мы вокруг этой игрушки, все, потому что игрушка, как хлеб, была на столе у нас, утром я утром вставал, еще в школе, когда учился, у отца уже там целая вереница лошадей, кукол там, или пауканов налеплено там, игрушка на столе никогда не была, или расписная, или на полке насушилась, на сашке она остывала, везде в коробках игрушки, на столе она расписывалась, и вот иногда просто игрушка, как хлеб, была на столе, она просто иногда отодвигалась в сторону, там кушали на столе, и потом продолжалось то же самое, там, а родители, если там предпорно расписывали игрушку, то потом дети куда, мы пошли на работу, предпомню, внуков оставили, они там полепили игрушку, это же интересно, дети очень любят лепить игрушку, полепили игрушку, тут же все, и вот теперь видите, вот эта традиция, вот так она передается, то есть из поколения в поколение передавалось, как бы любые ремесла, любое дело, оно так нужно и передаваться, а когда это прекращается, это все, и вот таким образом и традиция нарушается, традиция нарушается, значит, уже человек просто проживает эту жизнь, как бы там уже без этой традиции, и она просто теряется, и так же и вкус прививается, вот художественный вкус у человека так же прививается, он сел один раз, раскрасил, другой сел, раскрасил, расписал, чем больше, значит, этот самый человек общается с этим, тем больше он вырастает в творческом плане, и тем больше, как бы у него творческий потенциал вырастает, то есть вот в таком плане, я считаю, что вот, ну, как бы, такое мое мнение, вот чисто на таком жизни, на опыте, на опыте нашей семьи, и на опыте, я считаю, что вот, поэтому неудивительно, что когда смотришь там, все красиво, все хорошо, а у людей просто как бы вкуса нет, просто они там весят, там копию «Три медведя» там предпробовали, там еще какую-то там, то есть вместо того, чтобы купить там у художника картину там, они просто покупают вот эту картинку в магазине. Я наблюдал, когда вот чисто, как еще вот только начинающий искусствует, там вот Александр Петрович у нас, он вообще как бы, ну, Александр Петрович это старший брат матери, который организовала цех «Карапольская игрушка», вот, он совершенно был не творческий человек, хотя он мастер игрушки, он великолепный, лепщик он великолепный, ну вот, но он всю жизнь проработал на партийной работе, вот, он был начальником лесопункта, начальником лесопромкомбината, директором хлебозавода, а потом вдруг вот встал и, значит, научил, он гончар прекрасный, гончар и лепщик прекрасный там, ну вот, то, так как он не творческий человек вообще, как бы, ну, как бы, можно сказать, не с художественным уконом, там ничего не кончал, ничего, он просто простой человек, вот он стал лепить, значит, это самое, предпром, такие, какую композицию хлеб придумал, ну вот, но уже композиция хлеба, начиная от того, как, значит, барана, вернее, сухой пашут, вот, но все эти игрушки на подставках, потом баронят, потом сеют, сеящих на подставке тоже там, как бы, на поле сеет там, потом, значит, это, все это мелют, тоже на подставке там, нажорные, потом, значит, печка, печка тоже на подставке, уже пироги пекут или хлеб, и потом чаепитие, там такая композиция, из 15, значит, вот этих, таких, 15 композиций, такая вот эта система, ну вот, то есть это в Карапольске игрушки таких, такой не было, это вот его с такой, как вот Ульяна придумала полкана, стал лепить, так вот он придумал такую композицию, потом он стал лепить, значит, такая доска, которой, значит, космонавт из корабля смотрит, а на этой же доске мужик, на пне у мужика корзина, в пене этот, воткнут топор, корзина с грибами, и он, значит, это, машет космонавту, значит, это, привет там, это самое, в космос там, то есть, вот такие, как бы, будем так говорить, ну, как бы, будем говорить, излишницы такие уже получить, то есть, получилось, это уже не игрушка, уже, как бы, он, он тоже, как бы, стал проявлять творчество, но творчество не в том направлении, То есть он от традиционной игрушки стал вводить такие вот эти, значит, эти. Ну вот. Теперь я скажу, как вот, предположим, вот я уже говорил, что как они вот это, берегини, лепят там, предположим, по заказу там, дедов-борозов, там, пожарников и так далее. Не важно, кого закажут, они того и лепят. Они, кстати, неплохие мастера. Но они работают вот то, что и заказали, потому что деньги зарабатывать надо. Вот. Ну вот, и теперь я возьму, как себя я беру, беру. Ну, предположим, я от творческих сюжетов я не отхожу. Никаких я новых сюжетов не придумываю, но я могу, предположим, там обогатить игрушку, предположим, медведя или там какую-то любую фигуру, предположим, там, ворону, предположим, там. Раньше воронку лепили, ворон лепили, потому что то, что видели, то лепили. Ворону лепили, ворону там. Я ворону, предположим, там, в юбке, раз ворона, она, да, там, женщина там. Ну, предположим, я могу прилепить ей груди, там, предположим. ворона с грудями стала, то есть такая женщина-ворона. И, кстати, вот что интересно, что это тоже, как говорят, век живи, век учись. У меня на мастер-классе были пять женщин, москвичек, и вот я им показываю, как ворону лепить. Слепил ворону, я просто раньше ворону без груди лепил, просто туда медальон такой, там ей стыком рассечешь, а эти женщины все пять и все с грудями слепили. Я посмотрел, такая шикарная игрушка получилась там, и вот я, значит, там, ну нет-нет, да я слеплю с грудями игрушку там, значит, вот в лавке поставлю игрушку, вначале, значит, с грудями покупают, потом, значит, без грудей, потом, значит, это, а может у вас вот там в музее с грудями там игрушку там, ну, я, говорит, музей возьму, там, то есть я иногда слепишь игрушку и поставишь там по интересу, там обварится игрушка, я ставлю в музей, ну вот, я теперь все время все игрушки с грудями, вот ворону, видите там все, то есть это такой, как маркетинг, то есть творческий маркетинг, такое продвижение, это самое, во-первых, ворона, одна из версий возникновения каргополя, карга по-гурфински ворона, а каргополе воронье поле, то есть одна из версий возникновения каргополя, это, значит, каргополе, да, воронье поле, ну вот, поэтому вот такой каргопольский сувенир, еще такая женщина-ворона там, все покупают, кто в музей приходит, все покупают ворон, вот, ну вот, то есть, как бы, тут не надо быть таким большим кудесником, в принципе, вот весь творческий процесс, просто поддерживаться традицией там, вот, а когда уже начнешь лепить там слонов там, там, предположим, там, вообще, как бы, я разрешаю лепить, вот, потому что разные категории людей приходят, разные по уровню, и по возрасту, и по уровню, как бы, творческого мышления там, я никогда, предположим, вот я показываю, как лепить творческую работу, вернее, как традиционную игрушку лепить, а вообще, предлагаю всегда, если кто-то не хочет традиционно лепить, можете лепить творческую работу, то есть, я никогда не ограничиваю своих вот этих самых присутствующих на мастер-классе людей, никогда не ограничиваю, что вот только лепите такие игрушки, и все, вот, некоторые очень шикарные лепят, и некоторые лепят там и слонов, и этих самых, и верблюдов лепят, и жирафов, и львов лепят там, то есть, особенно дети там, они же там смотрят очень много мультфильмов, там, всяких, сейчас в интернете все много, поэтому, ну, вообще, вот, я очень заметил, что, вот, много иностранцев было, ну, наиболее, вот, я считаю, что творческие люди, вообще, русские, почему-то, потому что, вот, иностранцы, почему-то, какую-то хрень лепят всегда, вот, в игрушке, я вот точно вам скажу, потому что русские, как-то, они быстрее, как-то, вот, это все, видимо, как-то ближе к земле, что ли, они там, я не знаю, ну, в общем, как-то, вот, получается, что, потому что, вот, особенно немцы, так они вообще, как-то, наверное, лепят какой-то хрень, и там, не поймешь, чего там это самое, показываешь одно, там, делаешь, а они там лепят, непонятно, чего там у них в голове, там, и современное искусство, ну, смотря какое современное искусство, потому что тут, когда она переходит грань уже какую-то, там, через мир это самое, то, когда, ну, живопись это одно, конечно, живопись всегда красива вообще, я скажу, в любом виде, живопись, но когда начинают прям скульптуру делать и всякую там, предпором там, и всякой черти что там, это самое, конечно, я немножко не понимаю этого, вот, а вообще живопись, я люблю всякую, и абстракционист, и современную живопись, там есть, как-то есть, потому что цвет, она как-то обогащает это все, и фантазию, и там, может, даже, если там ты не понимаешь какие-то там вещи, предпором, конструктивные, то ты понимаешь, в цвете как-то там тебя симпатизирует это все, вот, то есть, вот я в современной искусстве живопись больше люблю, чем абстрактные всякие вот эти скульптуры, там, я немножко, или где-то я не понимаю что-то, но у меня, как бы, вот, особенно, когда чересчур, там это, когда люди, когда, вообще, когда творческий человек делает, конечно, потому что интересно бывает, а когда люди начинают далекие, вот, мне особенно, знаете, сейчас вот это, считаю, то, что человек руками делает, это как бы одно, а когда человек, теперь развелось как, фотохудожник там, фотохудожник, вот, ну, когда одно фотохудожник, а другое дело еще, когда начинает с фото еще делать, начинает там, еще что-то там доделывать начинает, это вообще уже, мне непонятно, да, вот, я был вот в Сочи, меня приглашали на Олимпиаду, там, в ремесленный мастерский, мы там с братом ездили, ну, как бы, брат писал картины, а я, как бы, лепил там, вот, ну, и там была выставка одного художника, там, в этом, в торговом центре, там, в Олимпийской деревне центральной, вот. Ну, вот, фотография, и как-то раскрашено там все, ну, непонятно, если ты хочешь красить, так возьми кисть, да, и красть тогда уж, рисуй-то, да, а если фотографию, так фотографии, там, как-то одно из двух надо, а не так, что-то совмещать-то, сфотографировал, а потом ты там берешь, да, еще накрасил там это, вот, потому что творчество должно быть, есть, конечно, получается, сейчас, как бы, художник, раньше фотограф был, а сейчас фотохудожник, она сейчас природит себя художник, хотя это вот далеко, это уже, как бы, с техникой связано, немножко, может, другое уже, как бы, все равно, там, конечно, присутствует или нет творчество, но там фотограф, он ограничен все равно, какими-то там технологиями тоже там, потому что применимые какие-то современные средства какие-то там и так далее, а художник что, вот взял кусок глины, предположим, и вот слепил, вот, а потом или расписал, или обварил вот это, вот, кстати, я теперь почти что игрушку не расписываю, вот, это самое, обвариваю, вот, это один из древних способов обрабатки керамики, это обварка, в мучной посуде, там, или в молоке, там, или все, ну, вот, я любую муку взял, какая-то там, вот, это сам, залил водой, и там, там тоже есть, в любом, в любом ремесле есть всегда какие-то тонкости есть, нужно, а это достигается опытом, то есть, чем больше ты лепишь, тем больше ты там что-то делаешь, пишешь, там, чем талантливее становишься, поэтому там всякие тонкости есть, сколько там подержать, когда человек первый раз, он там окунул, там, вынял белое, там, а там нужно тоже, там, определенные, там, сколько подержать, сколько, какое у тебя там тоже, какое у тебя настроение, там, даже лепишь, когда ты тоже, почему я не леплю, когда у меня настроения нет, и я, мне в руки глину не запихаю, а когда, когда глина сама в руки бросится, тогда вот и происходит все это, собственно говоря, вот, вот, весь секрет, собственно говоря, там, я вам рассказал, наверное, много уж. Для меня никаких привлекий не дает, то есть мне мастерская мне не нужна, притвором там, вот, какие-то там, какие-то художники вступают иногда, может кто-то живописца таким, вот мастерская нужна, там, Антонин Бедствия, там, в однокомнатной квартире где-то, ему не пописать, ничего, там, или скуплер, там, вот, поэтому стрелять стремятся, как бы, там, но это такой тоже длинный процесс, то есть мало что ты хочешь, там, нужно тебе, как бы, там, чтобы тебя заметили какие-то творческие работы, чтобы были у тебя, ну, в художественном плане, если ты живописец, значит, там, участие в выставках, там, вот, а так, для меня, так, предположим, что из художников, ну, как, я членские взносы плачу исправно, в принципе. Ну, занимался чем, так, я, в принципе, так, сейчас, правда, в последнее время не пишу, а так, я и писал, у меня графика у меня, я участвовал в выставках во многих там, вот, ну, у нас, вот, сколько я, у меня, тут ездили мы в Германию, в Лицик, нас приглашали, там выставку мы делали, вот, потом у нас, вот, в Москве была выставка семейная, там, я, вот, в нескольких выставках тут участвовал региональных, вот, в Вологде, вот, потом, у меня были, это самое, искусстверские статьи были там, написаны по игрушке там, и по мастерам, вот. Тяжело игрушку через границу перевозить? Через границу? Нет, что тяжело, я даже глину возил даже. Я в Лепси, когда мы ездили, в Лепси, я брал глину, ну, вот, Карапольскую, потому что, думаю, там приедешь, там, другая глина, может, там, как бы, брал кусок глины с собой, там, ну, вот, дело в том, что у нас, ну, вот, карапольская глина, она же простая глина, она, 500 лет, примерно, ей там, она не очень древняя, она без шамотной крошки, там, в Германии, предположим, глина, она, шамотной крошки, приготовленной уже, там, до полутора тысячи градусов она выдерживает, а наша глина, что, она, 500 градусов, она, вот, я потом в музее вам покажу, у меня, у нас иногда, я включу муфель иногда, утром включу, ну, вот, ушел, музей-то, там, в музее народ целый день, там, приходишь, вспомнишь, что у тебя муфель включен, как посмотрел там, я так ни один муфель сжег, ну, вот, и там она просто сгорает длинно, в керамзит превращается, плавится просто-напросто. Вот у нас-то в Германии тоже было, значит, там лепили игрушку, и там мастер-классы для разных там людей были там у нас, и вот мы поставили в обжиг, поставили за тысячу градусов там, и все, вся карапольская глина, которая из Карапольской глины слеплены, игрушки, не все стали, ну, гореть начинает, та глина нормально несет. Это тоже с опытом, но дело в том, что это жирный слой глины, который там несколько слоев, после культурного слоя идет еще слой глины, с опокой, с известняком, там глина идет, а потом идет вот еще слой глины один, а потом идет такой жирный слой глины, он отличается по цвету, по разрезе вот этой земной земли, да, и вот именно вот этот слой, он может быть от десяти сантиметров до полуметра может идти, он там как бы такой пласт идет, да, вот этот слой глины берется, потому что если другой слой глины возьмешь, просто это тоже как бы опыт, в любом деле должен быть, хоть ты там начи, хоть с культуры, из дерева деревить, нужно дерево выбрать, хоть глину, хоть любой материал, нужно всегда с опытом, опыт нужен, поэтому если ты из другой глины возьмешь, и тебе, во-первых, если много песка в глине не слепить, она разваливаться будет, если какую-то другую глину возьмешь, там тоже, там, бывает длина, что она рвет игрушку просто-напросто, слепил, обжиг поставил, у тебя всю игрушку в черепки, разорвет и все, поэтому уже, чтобы не ошибиться, ты уже знаешь, какую глину уже там, вот, берешь и глина приготовится очень просто, вымораживается, она, вот, у меня, я предправил, в этом году даже не закатали, вымораживаешь, а потом просто заливаешь в таз, заливаешь ее крутым кипятком, она разбухает, и я мну руками ее глину, есть специальные там, глиномялки, там, вакуумный пресс, там, глиномялка вот эта, ну, я мну руками глину, вот, руками, ну, она как бы, и, во-первых, как-то она, как-то руками намет, она как-то лучше, знаешь, что там уже, все, вот, поэтому, а, чтобы, наверное, кипяток, чтобы забухало, а вымораживается, она, как бы, в кристалл, в такой, в порошок превращается, такой, в мелкозернистый, так она такими гранулами, примерно, сантиметров по десять такими получается, а когда вымораживается, она, как бы, рассыпается, в такой, в порошок такой получается, такими гранулами небольшими, и потом, когда заливаешь, она бухает, ну, тут даже тоже, тут, я уже говорю, что в любом деле тонкости какие-то, хоть ты красками пиши, там, как, знаешь, надо смешивать, там, как, так тут тоже, если ты воды перелил много, тебе не приготовить, она будет жидкая, если не долил, не намять, она будет в этой густое, поэтому, там тоже, все надо знать, и сколько воды надо, и, как, вот, перелив воду, значит, надо, чтобы слить ее, там, чтобы она испарилась, эта вода, да, в общем, надо все, кажется, что все очень просто, на самом деле, в любом ремесле ничего простого нету, даже у печника печь сложить тоже, кажется, что просто, а не каждый печник, там, надо же, чтобы она не дымила, чтобы, это, гелину какую, как, все, поэтому тут такая, это уже, как бы, не творческий процесс, но он, как бы, предшествует тому творческому процессу, который ты будешь, это, глину, из которой лепить ты будешь, там, или что-то создавать. Я считаю, что это самое древнее, это самое, потому что, откуда у крестьян краски были, откуда не было, и не появились уже в первой половине двадцатого века появились краски, и то только у тех людей, у которых побывали художники, архитекторы, или, там, искусствоведы, или художники, которые увидели, что там, ага, вот человек хочет красить, а краски нет у него, а красили какие, почему фон игрушки карапольской белой, потому что кроме извести, да и дымника сажей черной, никакой краски не было, известь с сажей смешали, серая получалась, вот, ну, еще могли использовать какие-то аннилиновые красители, предположим, там, или, предположим, там, траву, там, зеленую, там, светостойкость слабая, все равно, поэтому чаще всего вот использовали вот эти, но дело в том, что известь тоже, игрушка лепилась не как сувенир, а как забава для детей, то есть ребенок всегда игрушку в рот брал, а вы здесь покупал, есть здесь на губах, там, или сажа на губах, предположим, там, правильно, вот, поэтому придумывал лишь простой способ, вот пошел от технологии посуды, обработка посуды, то есть просто глиняный черепок, он пористый, в горшок положил суп, а вынес жаркое из печки, потому что через поры вся влага удалялась, поэтому придумывали, глазури тоже не было раньше, была свинцовая глазурь, это нужно было, свинец выжигали, в окисел свинца, в порошок белый такой, потом посуду обжигали, остужали, намазали дегтем ее и натирали окисом свинца, потом получалась прекрасная свинцовая глазурь, но дело в том, что сама глазурь, она, как бы, не вредная, сам как свинец, тяжелый металл, он, как бы, вредный, да, сам выжигать, когда отец у нас выжигал, вот, я помню, в печке выжигал свинец, там, как радиация, поры эти свинца светились, да, поэтому, как бы, не очень такая в плане, в этом плане технология, поэтому, самый простой способ, чтобы заделывать глининые черепки, поры, брали горшок и купали, раскаленный горшок вынимали, купали в этом киселе его, да, и таким способом обжигалась горшок и тут же игрушки, игрушки тоже взяли, покупали, там тоже сколько времени подержать, какая мука, там, гороховая, ржаная или белая, там, пшеничная, там, разные, как бы, там, густота разная, и она пригорала такими, пестрый, декоративный вид придавала игрушкой, вот, поэтому, такой, самый древний способ обработки керамики был. То, что сейчас делают эти самые мастера, вот эта поточная игрушка, она пользуется, спросом пользуется большим, то есть, игрушку раскупает все, то есть, то, что она за зиму лепят, игрушка расходится вся, и всех пожарников, тоже по заказу, Дедов Морозов, и полканов, и коней, это самое, всадников, вся игрушка, если в конце сезона прийти вот в Варек, в Берегими, там, игрушки тоже нет практически, ну, вот, поэтому, вот спрос есть, вот сейчас на бересту, вот, спроса нет почему-то, потому что, видимо, эти фабрики столько наделали бересты, кроме Шутихина и Петухова, что уже это самое, и их береста не особо не пользуются, ну, как бы, Шутихина, как бы, всегда, вот, какая качественная, там, это все понятно. А игрушка, как искусство, как традиционная игрушка, что дальше? А, ну, дальше, что дальше? Дальше так и будет, традиции надо сохранять, а иначе как, если сейчас начнем лепить, там, это самое, барби, да там, что-то, когда-то, что-то, уже не игрушка будет уже. Нет, я думаю, что, в том плане, что традицию надо всегда сохранять, потому что, чем, чем игрушка интересна, чем больше сохранится архаической, вот этой самой традиционной игрушки, тем это лучше будет. Потому что тут, в этом плане, творчество может быть только в каких-то там, в деталях там, каких-то там, вот, я уже говорил об этом, да, вот, каких-то мелких деталей какие-то там, предположим, можно там, на ту же ворону надеть шляпку, предположим, кокошник там, или там, какую-то, еще там, ну, как бы, не выходить, вот, за рамку традиции нельзя выходить все равно, потому что это самое, когда ты будешь нарушать этот канон, то будет уже не карапольская игрушка, а уже какая-то там, непонятно что, вот, потому что люди все равно тянутся, как бы, вот, традиционной игрушки, если карапольская, она должна быть карапольская, если филимоновская, она, те особенности, которые игрушки есть, которые декоративные, в смысле формы и декорации, они должны, как бы, сохраняться, должны. Дело в том, что здесь проблема Каргенполю не повезла, в том плане, что, предположим, по сравнению там с Великим Устиком, с Угличем, предположим, такие города исторические, вот, я был там и там, в Каргенполе большинство застройки, вот, гражданская, вот эти купельческие дома, вот эти деревянные, они, вот, после Октябрьского переворота, будем так говорить, после революции, заселили, экспроприировали, как бы, у Каргенполя купцов эти дома, да, вот, и заселили простыми людьми, которые за сто лет там гвозди туда не забили там, то есть течет крыша и течет там, провалился там труба и провалилась там, ну, провалилась труба и пожар сгорела там, все. Потом, значит, собственники не ремонтируют власти, не занимаются этими домами, то есть тоже неподъемно, легче этот дом снести, да, построить этот двенадцатый квартирный этот сортир, да, будем так говорить, вот, то, что вот весь Каргенполе вот эти шестидесятые годы застроили, как везде, по всему северу, собственно говоря, вот эти двенадцатый квартирные дома деревянные, ну, вот, ну, вот, и все. Поэтому, если бы были кирпичные дома, весь Копича или там, каменные дома, они бы как бы стояли. А все, вот, на моих глазах, знаете, все дома или выгорали, или просто их изуродовали, обшили, обшивку эту старую сняли, там, подремонтировали там все, вот. Ну, и все равно они в любом случае сейчас пытались кое-какие дома там ремонтировать, поднимают, предположим, там, по наружные, а внутренние-то как поднимешь там туда, никак. Дом Вагера вот музей ремонтировал там, подняли его там все, а середину никак не поднять там, в общем, как бы очень сложно это все делать, поэтому старый дом ремонтировать очень сложно. или его нужно разбирать, нужно по новой все это делать там, заменять венцы там все, как бы, основать. В общем, как бы эта штука реставрация старых этих домов деревянных очень дорогая, дорогостоящая и очень, как бы, сложная. Пожар, пожар, пожар там, на глазах, вот, весь Карполь выгорел буквально за 50 лет здесь вот это самое. И на этих местах стали строить это самое. Это уже превратило архитектуру уже. Как туда мы пойдем, говорят, творческий человек, я приду показывать там. Даже сложность такая, что хотя бы кровлю хотя бы не делали в этом самом, цветные там, ярко-красные, ярко-синие там. Это вообще, когда подъезжаешь к Каргополе, предположим, там, особенно по набережной там. Ну, вот такой пример я беру, вот, у нас в Лединах был ансальм вот этот, да, там, Лединский, тройка была, да, ну, сейчас вот две, храм шатровый сгорел и колокольня. Значит, там, у нас фарашчук такая Надежда Федоровна. Она, значит, у всех домов шиферные крыши, серые дома, серые дома и серые памятники были. Она, значит, эту крышу красную сделала. Вот, едешь за 5 километров, эта красная крыша, как этот мухомор там, это самое, знаете, выбивая сразу, то есть ансальм сразу нарушается. Точно так же и в Каргополе. Заезжаешь только в Каргополь, мы ставили на молокомбинате, эти синие ультрамариновые крыши по набережной дома с красными крышами, ярко-красными, как вот это самое, вот ярче, ну, красный такой, пурпурный прямо. Конечно, это не дело. Должен будет следить эти самые архитектуры. Должен быть специальный человек, который... У нас существует вот этот дом родительский, этот дом Мещанина-Бабина. И есть такой документ, значит, где там план нарисован. То есть каждый человек, прежде чем строить дом, он должен был утвердить этот план. И всегда следилось, какая крыша должна быть там и прочее там. Точно так же, я считаю, что должно и так быть здесь. Проект делается, и человек должен сказать, что крыша должна быть серая. То есть даже сейчас тот же металл, если ты металлочерепицы делаешь, она есть серая, есть там зеленая, есть там ярко-красная, есть там синяя, ярко-синяя. Так нужно говорить, что вот, когда закрыто серый, там, предпорно металлом, там, металлочерепицы, вот, совсем другое, это как бы, ну, он ближе к дереву, ближе, там, предпорно, к шиферу, к тому же, да, шифер тоже. Тем не менее, как бы, он не выбивает это самое. А когда делаю крышу красную, там, это... У меня сосед вот здесь красную крышу сделал, я в окно не мог, когда солнце светит, я в окно не мог выглядывать даже, оно так бело, там, это... Ну, и тем более, заборы тоже самое, красные делают, там, и синие, там, это... Ну, тоже нельзя. Особенно в охранной зоне, в зоне регулированной застройки, ни в коем случае это делать нельзя. Вот. Они же следят за тем, чтобы этажность, там, нельзя высокую делать, там, где памятники. Ну, тоже должны следить и за этим, там. То есть, из таких мелочей, из крапив, лопухов, борщевика и вот этих всех вещей, то, что мы называем, да, и складывается облик города. То есть, сама-то аура в городе, как бы... Если представьте себе, было... На начало 20-го века было 24 церкви, два монастыря было. То есть, место-то было намоленное, да? То есть, и теперь еще аура вот эта сохраняется. То есть, людям и до сих пор еще нравится, которые приезжают в Каргополь, по сравнению с Ниандома, с Плесецком, предположим, с другими городами. В Каргополь приезжаешь, как вот, как душа на место становится, понимаете, вот. И даже люди, которые, значит, тоже, ну, как бы, которые с душой еще, которые, как бы, у которых есть какое-то духовное начало, да, не разрушено. Чем тоже приезжают в Каргополь, тоже очень нравится. Ну, а и люди, которые уже так, которые, как бы, будем так говорить, бездуховные, и которым, ну, многим не нравится, говорят, да, вот в Каргополь, там грязь, там туда-сюда. Ну, вот. А так, кто вот, как бы, такие творческие люди, всем нравится, предположим. Вот. Потому что все равно, я по себе чувствую. Даже вот в Ниандом приезжаешь, там, едешь по городу как-то, вот. Не то, что там неродной город, там, хотя время там все время, в Ниандом, приходят через ни одного. Просто в Каргополе, как бы, вот такое место, что, да. Художники, как бы, сейчас немножко не, как получается, как бы, так мягко сказать. У современной молодежи, в общем, как бы, менталитет другой сейчас, понимаете? Им нужно сразу не, вот, как бы, не творческий потенциал, нужен там, какое-то, что-то интересное в жизни. Вот. А сразу, чтобы зарплата хорошая была, и работать поменьше. Вот нужно, что, я считаю, так вот это самое. Потому что, вот я сейчас работаю в Кенозерском парке, да. Вот я пришел туда работать в девяносто первом году. И, собственно говоря, я, как бы, с ноля там себе авторитет с ноля заработал. То есть я ездил в Кенозеро, там, жил там с мастерами, работал. Я тогда начал работать с народными мастерами. Вот. То есть там были корзинчики, бондари у меня, там были эти самые ткачи там. В общем, лоскутные покрывала шили там. Вот. В общем, как бы, я и жил у мастеров, ходил там. Как вот Нина Филева в свое время ездила там. Вот. И я, как бы, там, и кушал с ними, там, и выпивал, и, как бы, ну, общал. Вот. Мне было вот интересно, понимаете. Вот. И теперь вот я в научном деле работаю там. То есть у меня теперь наработка есть. Я приезжаю, там, меня все знают, там, все, как бы, там, все. И вот опыт такой, предположим, приезжают вот сотрудники устраиваются на работу, там, молодые, да. Вот приезжают, съездили в комбинировку, вот. Потом приезжают, через следующий раз уже другой приезжает, уже опять съездил, в комбинировку съездил. То есть одно дело в конторе съездить, другое дело в комбинировку съездить, там нужно работать где, на территории, как бы, там. То есть, как бы, вот, я вот по своему опыту чувствую, что сейчас вот, как бы, менталитет заменился значительно. То есть, и потом говорят, зарплата маленькая, а работать много надо. А надо уже, чтобы зарплату получить, нужно заработать ее, нужно проявить себя, нужно, как бы, там, как бы, вникнуть дело там, понятно, что сложно там. Ну, работа интересная, там, в Кенозерском парке, сами знаете, что там и памятники, там, и история интересная, там, и вообще место интересное, само по себе. Ну, нужно полюбить это дело, и, как бы, там, вот. Ты вначале поработай, заработай, а потом зарплату получил. У меня тоже вначале зарплату маленькую получал. Потом, когда я проявил себя, это самое, вот, и все, как бы, привилегии получил, то есть и зарплату получил, и, как бы, там, и грамоту министерскую, там, и, ну, как бы, вот. Вот, когда мне сказали, зав кадром сказала, ну, пиши, какие у тебя заслуги, ну, я говорю, вы мне подайте, что написать мне, там, это самое, ну, наградной лист мне, этот, экономиста, послали я, там, ну, я и написал, там, что я, там, сделал, там. Он послал, говорит, так тебя к ордену надо представлять, говорит. То есть, вот, я считаю, что вот так нужно, чтобы в любом деле, чтобы, чтобы ты, вот, или хорошим адвокатом был, или, там, это самое, чтобы ты, нужно себя проявить, чтобы, там, это, вот, так в любом деле. Вот, поэтому я считаю, что сейчас, вот, в художественной среду, вот, не очень много людей идет, поэтому немножко, еще и сама система немножко изменилась. Сейчас вот эти компьютерные, все технологии, вот эти все, сейчас же вот эти дизайнеры, как в шее развелось. Сейчас поиграл на компьютере, там, уже, уже художник, уже, он всегда художником считает, уже, не просто дизайнер, он художник уже. Рисовать не умеет, он никакой академической не проходил, ни постановки не рисовал, ни человека не рисовал, ничего. И вот он, я смотрю по опыту, как заказывают у нас эти дизайнеры, делают эти всякие, там, щиты, планшеты, там, всякие, там, он вообще рисовать не умеет. На компьютере выдергивает, оттуда, оттуда картинок, там, навыдергивает, там, налепит, там, какую-то хрень, там, это самое. А когда человек не умеет рисовать, так у него откуда это самое? Он в музеях не бывал, он ничего не знает, историю искусственную не учил, там, откуда у него культура-то, откуда у него. Вот, поэтому немножко вот попадают, конечно, вот у меня у Виталия дочь, Виталия Дмитриевич, которая в Киренжике живет, у него дочь, Катя, она закончила тоже Штиглица, ну, дизайнерский там все, ну, она такая, она тоже училась в этом самом, как называется, перед тем, как поступать, там, это самое, на курсах, там, училась, там, что-то, на год или два, там, это самое, чтобы поступить в Штилица, вот, ну, закончила, там, тоже, ну, сейчас, ну, тоже, как дизайнерский, так, там, она, сейчас уже, как творческий человек, не рисует, там, предположим, она уже, как, в этих компьютерных всех делах, там, уже, это самое, поэтому, вот, просто, как живописцев, я считаю, что сейчас, в этом плане, вот, вот, людей меньше будет, почему, потому что, немножко жизнь другая стала, вот, предположим, если у меня, предположим, вот, брат Виталий, он, он художник-монументалист, да, он монументальный диплом защищал, я покажу вам диплом, там, форескиз его есть, вот, он, значит, работал раньше, как, были, значит, художественный совет, то есть, прежде чем всему, берем, был художественный совет с художественным фондом, да, в Союзе художников, то есть, чтобы где-то, какой-то объект сделать, роспись, или там, резьбу, или там, что-то, ты должен, эскиз представить, художественный совет должен утвердить этот эскиз, да? Вот. А сейчас художественный совет кто? У кого деньги, тот и художественный совет. Поэтому мы видим там это самое, когда масла нет, а деньги в кармане только. Вот он говорит мне, делайте, что ты мне тут нарисовал? Вот Леонард да Винчи мне нравится, вот рисую, вот весь это самое, художественный совет. Правильно я говорю? Ну вот. Образование само дает. Когда ты учишься в институте, тебе не дисциплины дают, а тебе общение, вот это творческое общение дает. Когда ты общаешься с художниками, с реставраторами. Вот в Костроме у нас не повезло, в Костроме очень сильная школа реставраторов, и художники очень тоже интересные были. Потому что когда посещаешь выставки, участвуешь в выставках, мы даже с студентами, с братом участвовали тоже в выставках, когда обсуждение, когда ты слышишь это все. Потому что образование дает не как таковые дисциплины. Предположим, я там у нас преподавалась, предположим, так как учители рисования, черчения труда, там и черчения, начертательная геометрия, там предположим, технология материалов, там все как бы там дела, там не в той степени, но у меня было как бы такое творческое направление, поэтому я считал, что живопись, рисунок, композиция. Самые главные основные дисциплины были у меня. История искусства. Остальное это как бы так, я сдавал так, чтобы только сдать, чтобы там все черчения, там все эти технологии материалов, там. А потом вот это дает еще очень... У нас было... У нас каждый год возили раз в год в музеи в Москву и в Питер возили на выставки и в музеи. Организованно возили. А так как мы ездили, мы сами еще ездили там, предположим, такими методами автошопа, в поезд садишься, ночь в поезде, днем в Таллине, ночь в поезде, день в Риге, ночь в поезде, день в Вильнюсе и так далее. То есть проехал вот так, это самое, все там в выставке, музеи посетишь за день там, как бы в таком активном поиске. Поэтому это тоже дает такой ряд. То есть и вот общение, когда ты учишься, общение вот с этими, с творческими людьми, с художниками, оно много дается человеку. Поэтому вот так вот, я считаю, что сейчас вот в этом плане, что такая молодежь меньше будет. вот поступать в эти художественные вузы. Может быть только люди таких, дети художников, может быть там искусстведов, я раньше тоже самое, но больше как бы так вот это самое. Потому что такого, нет, престижа нет у молодежи. То есть, что ты будешь, бедный художник будешь, как бы там, еще ты будешь, будешь творческим человеком, не будешь, а предполаган, ты пошел в художественные институт, может, у кончил, а художник, что ты будешь там? Тебе сейчас заказчики, у тебя богатые люди там, мне что скажут, тебе рисуют там, ты не хочешь рисовать. Ну, я думаю, что это все потихоньку войет какой-то там, стабилизируется и будет. Я думаю, что люди все равно, всегда люди к искусству, кто творческие натуры, все равно будут тянуться. Вот. Искусство. Искусство.